В 1922 году Мальчик. В пять лет он уже знает все буквы и начинает записывать придуманные им самим истории. Но самым удивительным было появление в его детских тетрадях рисунков с необъяснимыми подписями. И только через несколько десятков лет вскроется значение этих слов, когда выявится их связь с исчезнувшей империей индейцев майя. Как родились эти фантастические образы в сознании ребенка, остается загадкой и сейчас. Как бы то ни было, странный знак судьбы высветил невероятное предназначение пятилетнего мальчика. Ведь именно ему в будущем предстояло совершить великий научный подвиг. Приоткрыть тайну древней цивилизации американского континента. Имя этому человеку Юрий Валентинович Кнорзов. Начало 19 века. Американский путешественник Джон Стивенс пробирается сквозь непроходимую сельву Южной Мексики. Неожиданно перед ним возникает высокий холм правильной геометрической формы. Сопровождавшие его индейцы расчистили участок густой растительности, и перед американцем открываются ступенчатые каменные сооружения. Они были покрыты рельефами и странными росписями. Стивенс понимает, перед ним следы неизвестной древней культуры. Со времен Колумба Европа была полна слухов о загадочных городах древних майя, о руинах заброшенных индейских храмов и пирамид. Многие искатели приключений стремились туда, чтобы обнаружить спрятанные индейские сокровища. Надеялся на это и Стивенс. Несколько недель сопровождавшие его индейцы вырубают заросли и выкорчевывают деревья. Удается расчистить лишь небольшой участок. Но путешественник понимает, что перед ним лежат руины огромного, неизвестного города. К прямоугольной пирамиде ведут мощенные дороги. Из лиан проступают каменные черепа, причудливые фигуры людей и животных. Путешественник продолжил осмотр строений и обнаружил на них множество непонятных знаков, не похожих ни на индийскую вязь, ни на китайские или египетские иероглифы. Стивенс вряд ли догадывался, что все это великолепие некогда принадлежало великой цивилизации индейцев майя. А найденные письмена на протяжении многих лет станут неразрешимой головоломкой для ученых всего мира. Родители будущего ученого Юрия Кнорозова, как и многие образованные интеллигентные молодые люди начала 20 века, увлекались литературой, музыкой и психологией. Они и познакомились на публичной лекции профессора Владимира Бехтерева. Его идеи в области изучения головного мозга, казалось, открывали новые перспективы в понимании сущности человека и его невероятных способностей, предлагали новые пути в педагогике. Молодые люди решили своих будущих детей воспитывать по Бехтереву. С первого года жизни анализировать рисунки, проверять различные способности и развивать те из них, в которых дети могли особенно преуспеть. Отец специально учил детей одинаково пользоваться и правой, и левой руками. Он верил, что это поможет развить оба полушария головного мозга. Для детей Валентин собрал целую библиотеку детективов, приключенческих романов и рассказов про разведчиков. Юра вместе с братьями изобретает и разгадывает шифры. Нет сомнения, что уже тогда было заложено его стремление к разгадке всевозможных тайн. То, что придумал один человеческий мозг, не может не разгадать другой, часто повторял Кнорозов слова отца. К моменту появления Юрия старшие дети уже подросли. Неудивительно, что между младшим сыном и матерью сложились особые отношения. Но больше всех с ним нянчилась сестра Галина. Она тщательно сохраняла тетрадки, рисунки, записки младшего брата. Вот эти книжки, которые писал шестилетний Юра. Нумерация страниц начинается с конца, а некоторые буквы написаны зеркально. Сразу заметно изображение фантастических существ, населяющих детскую книгу. Юра дает им необъяснимые названия. Танкас, Наганы, Поленко. А текст повествует о странной истории, никак не укладывающейся в привычные представления о детских фантазиях. Эти рисунки мы попросили прокомментировать известного специалиста по детской психологии, намеренно не говоря, кто их автор. Я бы сказала, что ребенок одаренный. И если найти, в чем он одарен, и помочь ему направить, развить свои таланты, то, конечно, из него может получиться очень интересный творец. В то же время острые зубы, когти, большие глаза расширенные, тоже говорит о страхах ребенка. Здесь уже появились объекты этой агрессии. То есть изображаются люди, которые подвергаются агрессии, которых убивают или пытают. То есть это ребенок-интроверт. Либо у него просто не получается с окружающими, он предпочитает общение с собой, общение с своими фантазиями. Отец с матерью пытались воссоздать для детей островок идеального прошлого, ограждая их от суровой реальности молодого советского государства. Это была особая, какая-то дореволюционная жизнь. Не случайно позже Кнорозов говорил «Я родился в семье русских интеллигентов». Юра прекрасно рисовал, кроме того, учился играть на скрипке. В 12 лет он даже участвовал в фестивале детского творчества, который проходил в Харькове. В 1932 году. В том самом году, когда разразился страшный голодомор. Для Юрия эти события навсегда врезались в память. Исчезали дворовые друзья по играм. Соседи с родителями шепотом обсуждали вовсе невероятное. Истории о людях, доведенных до людоедства. В день выступления на детской музыкальной олимпиаде Юра с сестрой впервые без родителей отправились в Харьков. А маленький Кнорозов, видя голодные глаза прохожих, больше всего на свете боялся потеряться. Выступление началось. Юра играл концерт с Зайца. Скрипичный концерт в исполнении юного, наивного мальчика растрогал слушателей. Зал замер. Уж очень не вязалась эта музыка с событиями, происходившими в городе. Люди толпились у магазинов, пытаясь обменять талоны на жизненно необходимые продукты. Сельским жителям талонов не полагалось. Напротив, власти изымали у крестьян запасы зерна, обрекая их тем самым на голодную смерть. В конкурсе Юра занял первое место. После фестиваля они с сестрой отправились домой в полупустом вагоне. Этот ужас, праздник музыки посреди смерти, не оставлял Юрия до конца жизни. Юрий разбил свою скрипку. И такой хранил ее в футляре всю свою жизнь. Тогда же он обнаруживает в себе странный дар – способность лечить. С присущим ему максимализмом, Кнорозов решает посвятить себя исцелению людей. Рассказывают, как он лечил соседей и близких от боли наложением рук. Отец относился к особому таланту сына со всей серьезностью. Согласно семейным преданиям, гипнотическими способностями обладала бабушка Юрия по отцовской линии, известная армянская актриса Марии Забель. В эти годы в Харьковском университете работает ученик Бехтерева и основатель психотерапевтической школы Константин Платонов. Именно ему принадлежит учение об экспериментальном гипнозе. Юрий увлекается гипнозом или внушением, как особой формой лечения и управления людьми. Кнорозов мечтал учиться у Платонова. После семилетки он заканчивает медицинский рабфак. В 1939 году собирается поступать на медицинский факультет, но в последний день подает документы на факультет исторический. Причиной тому оказалось сложное заболевание щитовидной железы, несовместимое с учебой на медфаке. В дальнейшем это освободит его и от военной службы. Отучиться в Харьковском университете Юрию довелось лишь два курса. Началась война. В июле 1941 года ему выдают военный билет и, как ни строевого, отправляют в Черниговскую область на рытье окопов. Немцы стремительно наступают, и вскоре ополченцы оказываются на территории, оккупированной врагом. Спасаясь от угона в Германию, Кнорозов с трудом возвращается в поселок Южный к матери и обнаруживает, что их дом уже занят немцами. Хозяевам приходится ютиться в сарае. В феврале 1943 года Южный на несколько дней был освобожден. При отходе советских войск Юрий вместе с матерью направляется в Воронежскую область. Добравшись до своих, Юрий отправляет мать в Москву, где в это время отец руководит военными перевозками. Сам он идет в военкомат, просится на фронт. Но его опять признают непригодным к военной службе и направляют учителем в деревню Старая Криуша. По дороге его на полтора месяца сваливает Тиф. И только глубокой осенью 1943 года Юрий добирается до Москвы. К этому времени Московский университет вернулся из эвакуации. Старший Кнорозов прикладывает немало усилий, чтобы сын продолжил обучение в МГУ. С потерей года его зачисляют на второй курс. Занятия начались здесь, в здании на Большой Бронной. Среди второкурсников появился новый студент. Он был в очень потрепанной шинели и отличался странными манерами. Угловатый, резкий и вместе с тем по-старомодному вежливый. Кнорозов представлялся он, но вскоре получил прозвище Синухет по имени древнеегипетского путешественника, который отличался своей страстью к жизни. К концу войны вся семья Кнорозовых оказалась в Москве. Все вместе ютятся в квартире на Смоленской набережной. Дедушка и дядя Юра здесь жили несколько лет до выхода дедушки на пенсию. И жили они вот в той комнате вдвоем. А мы все тут жили, бабушка, сестра, все. Борис ему подарил сынель. Она ему до пят была. А отец подарил ему такой шар в метр двадцать вон длина, потому что на его тощей шеи, у него шрам был после какого-то ранения. Значит, он, мама была на своего ходу, и в конце свисали до самой земли. Война, скитания, болезни нисколько не ослабили интерес Кнорозова к гипнозу и измененным состояниям сознания. Он пытался понять, откуда берутся удивительные способности, благодаря которым шаманы и колдуны делают невозможное. Юрий приходит на кафедру этнографии, которой тогда руководил Сергей Павлович Толстов. И тот предлагает ему взяться за изучение шаманских практик. Ему очень хотелось, чтобы Кнорозов всерьез занялся религиозными культами Средней Азии. Научным руководителем Кнорозова стал профессор Токарев. В 1947 году Толстов организовывает археологическую экспедицию в Узбекистан для раскопок древнего государства Хорезм, процветавшего здесь еще до нашей эры. Кнорозов едет не раздумывая. Хорезмская археологоэтнографическая экспедиция приступила к планомерному обследованию исторических памятников древнего Хорезма. Тысячи километров пройдены в пустынях Каракум и Кзылкум на верблюдах и автомашинах. Часто во время этих маршрутов приходилось пробираться через солончаки и тяжелые пески. Наряду с наземными исследованиями Хорезмская экспедиция впервые в Советском Союзе широко использовала для археологических исследований авиацию. Толстову удается заинтересовать Кнорозова древними обрядами суфийских шаманов, продолжавшими тайно существовать в Узбекистане. Во время особого обряда – зикра – шаманы исцеляли болезни и даже предсказывали будущее. Чтобы самому поучаствовать в зикре, Кнорозов покидает раскопки и едет в другой район Узбекистана, в селение Каракалпаков. В те времена подобные практики были запрещены. Впрочем, раз в неделю от мавзолея, где был некогда похоронен древний проповедник Шамун-Наби, начинали разноситься звуки шаманского бубна. Тогда отовсюду на кладбище скрытно стекались окрестные жители вплоть до местного руководства. К студенту из Москвы они отнеслись с доверием и посадили на почетное место в подвале мавзолея. Пять суфиев, руководивших обрядом, устроились посередине, образовав маленький кружок. Старший из них прочел короткую молитву. Темп ударов бубна и ритм песни постепенно ускорялись. Начались прорицания. Шаман рассказал Кнорозову, что все трое его братьев закончили войну живыми и даже не были ранены. И это оказалось правдой. Возможно, именно здесь у него впервые возникла идея о фасцинации, способах введения мозга человека в особое состояние сознания. Кнорозов всю жизнь стремился проникнуть в зазеркалье человеческой деятельности. Именно эти тайны казались ему наиболее увлекательными. Как-то раз его внимание привлекла статья немецкого ученого Шельхаса под названием «Дешифровка письма Майя. Неразрешимая проблема». Я тогда был студентом. Но я решил, что надо как-то возразить, тем более, что как так неразрешимая проблема. То, что придумано одним человеческим, так сказать, разумом, может быть, понят и другим. Профессор Токарев выступил против затеи с дешифровкой. Он не верил в ее успех. Он прекрасно представлял, что означает никому неизвестному студенту из России бросить вызов мировым светилам, долгие годы бесплодно бившимся над этой проблемой. Одним словом, Токарев боялся, что Кнорозов, не имевший ни малейшего шанса побывать в Мексике, увязнет в неразрешимой головоломке и отвлечется от реальных научных задач. Юрий тем временем начинает собирать литературу о цивилизации Майя. На отдельных листках он рисует причудливые иероглифы и развешивает их по своей комнате. Цивилизация Майя возникла в первые века нашей эры и просуществовала около полутора тысяч лет на территории, где сегодня расположены Мексика, Гватемала, Белиз, Гондурас и Сальвадор. Вторжение в 16 веке испанцев становится катастрофой для индийской цивилизации. Вместе с традициями, культурой была, казалось, навсегда утрачена и возможность понимания древних текстов Майя. Вслед за конкистадорами, убивавшими и порабощавшими индейцев, в новый свет стали прибывать католические миссионеры. Их задачей было обращение аборигенов в христианскую веру. Одним из таких миссионеров был францисканский монах Диего де Ланда. К этому времени все образованное сословие майяского общества было практически уничтожено. Но, к счастью, Ланда успел застать потомков жрецов, еще помнивших иероглифическое письмо и древний календарь. Монах тщательно записал сведения об индейской культуре и истории. Свой труд он озаглавил «Сообщение о делах в Юкатане». Однако, вплоть до XIX века эта рукопись оставалась в забвении, пылясь в испанских книгохранилищах. В середине XX века складывается особое направление в науке – майонистика. В США эту новую школу возглавил Эрик Томпсон. Он долго и безуспешно пытался расшифровать письмо Майя. Но он и подозревать не мог, что вскоре эту задачу решит никому неизвестный молодой советский ученый. В июне 1948 года Кнорзов защищает дипломную работу по теме «Мазар Шамун-Наби. Среднеазиатская версия легенды о Самсоне». Далее – путь в аспирантуру МГУ. Однако, сдав экзамены на «отлично», Юрий получает отказ. Причина – во время войны Кнорзов оказался на территории, оккупированной врагом. Профессор Токарев, выводя своего ученика из-под удара, помогает ему устроиться на работу в Ленинградский музей этнографии в должности младшего научного сотрудника. Здесь же Кнорзову предоставляют жилье. Каморка под лестницей этнографического музея. Сейчас об этом первом питерском жилище Кнорзова мало кто знает. Но именно здесь, в конце 40-х годов, он дешифровал письмо «Майя». В настоящее время здесь находятся реставрационные мастерские. Как говорят, что жил он именно в этой комнате. Вот она такая маленькая. Здесь помещался только один сундук без стул, который он, кстати, подставлял рядом, чтобы ноги на него можно было складывать. Сундук был покрыт буквально каким-то одеялком. А он на нем спал. Да, ходил он в шинели. И, как говорят, что ходил он всегда не в очень хорошей обуви. То есть она была драная, там иногда подвязанная веревочке. Но он был очень увлеченным человеком, видимо. Кроме всего прочего, рассказывают о том, что иногда сюда приходила сама Ахматова, в то время, когда здесь работал ее сын Лев Николаевич, который тоже дружил с Кнорозовым. В общем, они как-то вот в этой комнате вместе все, видимо, как теперь говорят, тусовались. Именно с Гумилевым, открытым для новых идей, Кнорозов впервые обсуждает свои грандиозные планы. Обоих в первую очередь интересуют законы, по которым развивается человеческое общество. Теория коллектива. Но Гумилева уже через несколько месяцев арестовывают и отправляют в лагеря. А ошеломленный Кнорозов полностью переключается на письмо Майя. Кнорозов погружается в работу над теорией дешифровки. Он изучает опыт предшественников. И в первую очередь ему предстояло выяснить тип письма, на котором писались тексты. Буквенное, понятное нам всем письмо, насчитывает всего около 30 знаков, где каждый знак равен одному звуку. Китайский знак, а их около пяти тысяч, передает слово-понятие. Индийское слоговое письмо содержит около ста знаков. Кнорозов подсчитывает, что Майя при написании рукописей использовали около 350 знаков. Это означало только одно. Письмо Майя было фонетическим. А точнее разновидностью слогового, где один знак передает один слог. Частота использования каждого иероглифа, а также его место в предложении позволяли установить грамматическую структуру языка. В результате упорного труда, занявшего не один год, Кнорозов создает метод, получающий название метода позиционной статистики. КОНЕЦ КОНЕЦ